Добрый день, участники муниципального этапа Всероссийской Олимпиады по математике. Меня зовут Солон Борис Яковлевич. Мы сегодня обсудим с вами решение задач муниципального этапа Всероссийской Олимпиады школьников для 7 класса. Поговорим сначала об общих критериях оценивания результатов Олимпиады. Традиционно наивысшим баллом за полное и верное решение одной задачи ставится 7 баллов. Я повторяю, матемальное количество баллов за правильное решение одной задачи 7 баллов. Если имеются решения небольшие недочеты, которые в целом не влияют на правильный ответ и на решение задачи, то либо остаются 7 баллов, либо 1 балл снимается. Если решение данной задачи имеет незначительные ошибки или имеются несущественные пробелы в обосновании решения, но ответ верен и если исправить эти незначительные ошибки, то музыкализмные решения. В этом случае снижение высшего балла может быть на 1 или на 2 балла. Если решение полного нет и ответ имеет погрешность, то есть не совпадает с правильным ответом, но в процессе решения школьник, ученик проявил эрудицию, доказал ряд этапов решения и эти доказательства сделали неправильно. То есть, если эксперт видит прогресс в решении задачи, то на усмотрение эксперта может быть поставлено 2 или 3 балла. Если нет полного решения и нет моментов, которые давали бы возможность эксперту поставить 2 или 3 балла, но все-таки ученик проявил математическую эрудицию, например, для геометрической задачи сделал чертеж, правильный чертеж, то в этом случае эксперт может поставить 1 балл или 0 балла. Во всех остальных случаях, даже если есть ответ, но нет никакого обоснования, этот ответ появился достаточно случайно, за такое решение эксперт вставляет 0 балл. Теперь перейдем к разбору задач этого тура. И я расскажу, какими критериями будет руководствует эксперт при проверке ваших решений. Первая задача. Числа от 1 до 100 в произвольном порядке расставили на окружности так, что расстояние между рядом стоящими на окружности числа не одинаковое. Для любого числа верно следующее. Если рассмотреть 49 чисел, стоящих от него по часовой стрелке, и 49 чисел, стоящих от него против часовой стрелки, то в обеих группах будет порвано чисел, которые меньше его. Такое число стоит напротив числа 73. Ответ 74. Решение. Я хочу обратить ваше внимание на условия задачи, которые утверждают, что числа расставлены на расстоянии, на равных расстояниях друг от друга по окружности. То есть, если мы числа изображаем точками на окружности, то дуги, соединяющие две соседние точки, имеют одну и ту же длину. Это важно в слове, так как термин, который используется здесь, одно число стоит напротив другого, означает, что для каждого числа существует дементрально противоположное число, то есть два числа. Если соединить одно число отрезком с проходящим через центр окружности, то этот отрезок попадает в число, стоящее напротив данного числа. Итак, перейдем к решению. Рассмотрим число 2. Меньше этого числа только одно число единицы. Так как оно единственное, то оно не может быть ни в одной из групп слева или справа от числа 2. Значит, число 1 должно быть напротив числа 2. Рассмотрим число 4. Чисел, которые меньше него всего 3. Это 1, 2 и 3. Количество этих чисел нечетное. Следовательно, не может быть так, чтобы все эти числа были расположены в группах слева и справа, в которых шла речь в условии задачи. Значит, одно из этих чисел должно быть напротив числа 4. Но числа 1 и 2 уже стоят на окружности. И 1 напротив числа 2 и 2 напротив числа 1. Следовательно, только число 3 может быть напротив числа 4. Далее рассмотрим число 6. Точно такие же рассуждения говорят нам о том, что напротив числа 6 должно стоять число 5. Ну, кстати, напротив числа 5 должно стоять число 6. Ну и, наконец, рассмотрим, рассуждая и так далее, рассмотрим число 74 и приходим к нему, что напротив этого числа должно стоять число 73. И, наоборот, напротив числа 73 должно стоять число 74. Критерий оценивания задачи 1. Обоснованное верное решение 7 баллов. То решение, которое я вам привел, как раз образец обоснованного верного решения. Ну, ученик может предложить, вероятно, другое обоснованное верное решение, но именно полный набор заключений и верный ответ дает 7 баллов. Если случайным образом школьник дал верный ответ 2 балла, ну и не до конца и не полностью провел обоснованное решение, то мы даем такому ученику за такое решение 2 балла. Если ход решения верный, все промежуточные вычисления верные, ну, в итоге допущена математическая ошибка, ну, где-то вот рассуждение правильное, но где-то правильный подсчет чисел, и получился в итоге не тот ответ, который должен быть. Но все рассуждения с точки зрения эксперта абсолютно верные, то мы снизим 1 балл и поставим 6 баллов за такое решение. И, наконец, делается попытка разобрать какие-то варианты, но при этом эти попытки, эти варианты не устраиваются в цепочку умозаключений, приводящих к верному ответу. В таком случае за решение эксперт ставит 1 балл. Следующая задача 2. На доске записано натуральное число. Умножим его на 11. Зачеркнули на последнюю цифру результата. Полученное число умножили на 5. Опять зачеркнули последнюю цифру результата. И получили число 31. Какое число было написано на доске первоначально. Значит, здесь ответов 2. Первоначально были записаны либо число 57, либо число 58. Решение. Будем решать задачу с конца. На последнем этапе было записано треознательное число вида 31х. Где х – это цифра. Теознательное число было записано. Цифру х стерли и получили число 31. Тогда число 31х делится на 5. Так как оно получилось умножением на число 5. Таких чисел, которые делятся на 5, 2. Как вы знаете, чисел с цифрой х на 31, с цифрой х на конце, которые делятся на 5, всего 2. 310 и 315. Рассмотрим первый случай. Чтобы умножением на 5 получить число 310, необходимо записать число 62. Тогда трехзначное число 62 у, не у, тоже какая-то цифра, должно делиться на 11. Значит, рассматривая все варианты, мы видим, что только 627 удовлетворяет этому условию, этому требованию. 627 делится на 11. И среди чисел вида 62 игрок, не игрок, какая-либо цифра. Только одно число 627 делится на 11. Тогда игрок равно 7. И мы 627 делим на 11, получаем 57. Итак, предначально было написано число 57. В втором случае, то есть когда стерли цифру 5, 331, с цифры х на конце, и было число записано 315. А перед умножением на 5 было записано число 63, как легко проверить, разделив 315 на 5. А перед стиранием последней цифры 63 игрок, последней цифры игрок, тогда трехзначное число 63 игрок должно делиться на 11. Таким числом, как легко убедиться, является число 638. Делим 638 на 11, получаем второй ответ 58. Критерии оцениваем задачи 2. Обоснованные верные решения 7 баллов. То есть мы здесь, мы с вами здесь видели, при разборе решения задачи 1, как мы видели образец обоснованного верного решения. Если только верный ответ, то мы можем поставить 2 балла, то есть все эти 2 числа представлены учеником как ответ к решению задачи, но при этом нет убедительных обоснований того, что именно эти числа являются, дают верный ответ. Возможно, ученик сумел как бы догадаться путем каких-то размышлений, что числа 57 и 58 дают верные решения, но эксперт не видит на бумаге этих рассуждений. Запишение вида на доске было записано число 57. Проверим и так далее. Проверяем всю цепочку. Тоже 2 балла. То есть мы получаем как бы обоснование, но мы начинаем обоснование с неизвестно откуда взятого числа 57. То есть то же самое, что и в предыдущем пункте 2 балла. И, наконец, делается попытка решения с конца, но теряется один из случаев до 5 баллов. Переходим к разбору задачи 3. Задачи 3. Родители решили в каникулы своего сына Антона, который учится в 7 классе, совершить путешествие по Золотому кольцу. Ну, вы это знаете, что Золотое кольцо – это шут, включающий город Иваново, Владимир, Ярославль, Кострому, Ростов-Великий, Суздаль и так далее. Ну, даже и так далее – это маленькие поселки, которые тоже входят, маленькие поселения, которые тоже входят в это кольцо. Они купили билеты для проезда между следующими парами городов. Иваново и Владимир, Ярославль и Кострома, Ростов-Великий и Суздаль, Кострома и Суздаль, Ростов-Великий и Владимир, Ростов-Великий и Кострома. Вот у них такой комплект билетов был. Билеты были с открытой датой. По каждому билету можно проехать один раз в любую сторону между городами. Антон в итоге смог побывать ровно по одному разу в шести городах. В каком городе могло начаться путешествие? Укажите все возможные варианты. Ну, такая задача на теорию графов. Но здесь есть очень простые варианты решения. То есть здесь не надо обладать большими знаниями в какой-либо математической дисциплине. Здесь нужно очень правильно выстроить рассуждение для получения правильного ответа. Правильный ответ такой. Значит, в каком городе могло начаться путешествие? Оно могло начаться в городе Иваново или в городе Ярославль? Разберем решение этой задачи. Составим вот такую схему. И укажем, рассматривая билеты, так сказать, билеты для путешествия, мы составим вот такой, как говорят в математике, граф, вершинами которого являются города, а ребрами этого графа или дугами соединяющими – это вот те билеты, которые дают возможность проехать из одного города в другой. Вот получился такой рисунок. Из Иваново и Ярославль выходит по одной дороге. Мы видим Иваново здесь. Во всех других случаях дорог больше. Из Владимира две дороги по Ростову, из Ростова три дороги, ну и так далее. Поэтому каждый из этих городов должен быть в пути начальным или конечным. Собор варианты возможным. Мы проверяем непосредственно, что бы варианта возможным. Маршрут Иваново, Владимир Иваново, Сузов, Сузов, Страмой Ярославль начинается в городе Иваново. Если проехать этот маршрут в обратном порядке, то первым годом будет Ростов. Это решение, которое дает нам ответ на вопрос задачи. Давайте посмотрим критерии оценивания задачи 3. Обоснованное верное решение 7 баллов. Можно считать, что решение, которое было рассказано выше, это и есть пример обоснованного верного решения. Только верный ответ 4 балла. То есть без дополнительных рассуждений дан верный ответ. Ну, случайно указать Ярославу Иванову в качестве верного ответа невозможно. Следовательно, ученик все-таки провел анализ. Быть может, на бумаге или вкладке решения этого анализа в полном мере нет. У членовики такой анализ был. Ну, вот мы считаем, что эксперт в этом случае может поставить 4 балла. Делается попытка разобрать все варианты, но что-то не учитывается. Ответ неверный. В этом случае на усмотрение эксперта может быть поставлено на 2 баллов. Ну, включая 0 баллов. Задача 4. На прямоугольном листе нарисовали картинку в форме креста из двух прямоугольников. А, Б, С, Д и Е, Ф, Ж, Х. Стороны которых параллельны краям листа. Вот такой крест из двух прямоугольников. Известно, что А, Б равно 10, Б, С равно 6, Е, Ф равно 4, Ф, Ж равно 11. Ф, Ж равно 11. Значит, нам известна сторона этих прямоугольников. Нужно найти площадь четырехугольника А, Ф, С, Х. Вот такого четырехугольника. Ну, кстати, обратите внимание, что совершенно неважно, как расположен крест. Есть, но насколько он правильный, это не имеет значения. Ответ 67. Давайте разберем решение этой задачи. Значит, два исходных прямоугольника в пересечении образует маленький прямоугольник со сторонами 6 и 4. Вот этот маленький прямоугольник имеет стороны 6 и 4. Его площадь равна 24 квадратные единицы. Мы здесь не указываем, каких единиц измерялись стороны данных прямоугольников. Продлим отрезки Д, А, Ж, Х, В, С и Е, Ф до прямых. Они образуют большой прямоугольник. Кстати, пересечения этих прямых мы получим большой прямоугольник. Вот он здесь пунктиром обозначен. Часть стороны этого большого прямоугольника обозначена пунктиром. Стороны этого прямоугольника, как мы знаем, 10 и 11. Значит, его площадь равна 110 квадратных единиц. Значит, этот большой прямоугольник целиком задерживает внутри себя крест, о котором идет речь. Далее. Площадь большого прямоугольника состоит из площади маленького и площади кольца, который, в свою очередь, можно представить, как 4 прямоугольника с диагоналями А, Ф, Ф, Ж, Ж, Х, В, Х, А. Диагонали делят площадь каждого из этих прямоугольников пополам. Значит, вот диагонали в этих четырех прямоугольниках. Извините, что здесь сбой не пошел в чертеже, но можно понять, что каждый прямоугольник делит вот этот прямоугольник, образующий кольцо вокруг маленького прямоугольника, делит пополам. Четыреугольник, Ф, Ж, С, Х, площадь которого нам нужно найти, состоит из одной половины каждого прямоугольника и из маленького прямоугольника. Почитаем площадь А, Ф, С, Х. Площадь кольца из четырех прямоугольников равна разности площадей большого и маленького, то есть 110 минус 24, будет 86. Общая площадь четырех треугольников равна 86 деленное на 2. То есть там... 86 деленное на 2 будет 43. Тогда искомая площадь равна 24 плюс 43 будет 67. Таким образом, мы получили ответ 67. Критерии оцениваем задачу 4. Только верный ответ 2 балла. Ну, так он возник. Еще раз, в данном случае мы не верим, что случайно можно найти верный ответ, поэтому какие-то все-таки размышления у ученика были, и в результате возник верный ответ 2. Построен рисунок, но без дополнительного основания сразу записан верный ответ. То есть для эксперта вот такой рисунок, даже если нет дополнительных оснований, но при этом мы видим вот эти все обозначения, которые здесь нанесены, и записан верный ответ 5 баллов. Построен рисунок, но ответ неверный. Ну, вот 1 балл. Все-таки ученик размышлял, как можно было бы решить задачу, но не увидел решения. Ну, и любое полное обоснованное решение, примерно то, которое рассказано выше, дает 7 баллов. Задача 5. Легко убедиться, что сумма обратных чисел в 3 данным числам 2, 3 и 6 равна 1. 1, 2 плюс 1, 3 плюс 1, 6 равно 1. Найдите 2 набора 9 различных натуральных чисел, сумма обратных чисел, которым равна 1. Еще раз повторяю, найдите 2 набора. Вот один набор из 3 чисел я уже привожу в качестве примера. А теперь задача. Найдите 2 набора 9 различных натуральных чисел, сумма обратных чисел, которым равна 1. Вот 2 набора в качестве ответа. Конечно, таких наборов не 2, а бесконечное множество, но, тем не менее, мы можем вот здесь это вам показать. Решение. Имеем, уже имеем, что единица – это 1, 2 плюс 1, 3 плюс 1, 6. Продолжим это равенство. Значит, мы 1, 6 умножим на единицу. От этого ничего не изменится. Но эту единицу представим как 1, 2 плюс 1, 3 плюс 1, 6. Раскрываем скобки и получаем, что сумма 1, 2 плюс 1, 3 плюс 1, 6 плюс 1, 12 плюс 1, 18 плюс 1, 36 равна 1. Получили сумму, состоящую из 5 слагаемых, которая равна 1. А нам нужно не из 5, а из 9. И мы можем сделать это. Чтобы продолжить равенство на 9 слагаемых, представим число 1, 36 как сумму 2, 1, 72. 1, 72 плюс 1, 72. И продолжим предыдущее равенство. То есть у нас вместо 1, 36 записано 1, 72 плюс 1, 72, умноженное на единицу. А единицу мы представим вот в таком виде, как мы уже знаем, 1, 2 плюс 1, 3 плюс 1, 6. Раскрываем скобки и получаем. Читаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 слагаемых, сумма которых равна единице. В числителе у всех этих дробей единицы. Следовательно, числа, которые стоят в знаменателе 2, 3, 6, 12, 18, 72, эти числа образуют ответ на множество чисел, 9 различных чисел, для которых сумма обратных дает единицу. Один ответ мы получили. Второй набор можно найти аналогичный, начиная, например, с равенства. Ну вот теперь мы 1, 32 представили в виде 1, 64 плюс 1, 64 и дальше записали вот на единицу и еще один набор получений. Ну вот таких решений можно найти много. Вот 2 решения я представил для правильного и полного решения данной задачи. Нужно дать 2 набора из 9 натуральных чисел, для которых сумма обратных величин имеет значение единицы. Критерии оценены на задаче 5. Ответов может быть бесконечное множество. Только 1 верный ответ с проверкой 2 балла, 2 верных ответа с проверкой 5 баллов, любое полное обоснованное верное решение 7 баллов. Ну то, что вот здесь в критерии сказано, что ответов можно бесконечное множество, это дает нам подсказку, экспертам подсказку о том, что ответов может быть все разные ответы. У каждого ученика могут быть разные ответы. И поэтому эксперт при проверке работы должен убедиться, что ученик справился со своей задачей. Ну и далее уже можно будет рассматривать вот эти пункты и критерии, чтобы выставить количество баллов, которые отражают степень решения данной задачи. Все, спасибо, значит, за то, что вы не слушали разбор этой Олимпиады. Я желаю вам удачи в следующих этапах Олимпиады. До новых встреч.